Дом номер 12 по улице Нахимова в Новошахтинске стал так называемым долгостроем. Банкротство подрядчика остановило все строительные работы в стадии возведения крыши. Прошел год, второй. Жильцы будущего дома писали жалобы, а правительство области искало выход из положения. Проблема обманутых дольщиков оказалась масштабной. Напомню, что эти дома финансируются после того, как застройщик обанкротился, после того, как было создано товарищество собственников жилья. И сегодня финансирование работы осуществляется за счет субсидий, которые предоставляются правительством Ростовской области. Все работы на объекте ведет строительная компания «Высота». Выполнены работы по монтажу наружных сетей водоснабжения и водоотведения. Могу сказать, что сегодня внутренняя отделка, которая производится в этом доме, она учитывает и пожелания жителей. Это цветовая гамма, это сантехника. Тоже очень важно, потому что они уже после завершения стройки должны приехать и здесь жить в богоустроенном жилье. Одновременно с возобновлением работ на 12-м доме рядом началось возведение 48-ми квартирного жилого дома. Строители трудятся в две смены. По мере образования этажей параллельно будут выполняться работы по внутренней отделке и монтажу сетей. Финансирует строительство Ростовский областной фонд защиты прав граждан, участников долевого строительства. Благодаря его созданию возобновятся работы и на третьем проблемном доме Новошахтинска по улице Харьковской. По Новошахтинску останется еще один дом, там более 125 квартир. По нему тоже решается вопрос и осуществляется мероприятие по финансированию через ту же субсидию, как я вам сказал. И там в следующем году у нас Новошахтинск уже выйдет из категории территорий, где есть обманутые дольщики. Я надеюсь, что с учетом существующих счетов и скроу, которые сегодня реализуются и обеспечивают жителям гарантии того, что дома должны достраиваться, а застройщики не разорятся, я думаю, что в Новошахтинске не должно быть обманутых дольщик. Телекомпания «Несвятая» специально для программы «Время местное». Совсем скоро на новой площадке стадиона «Металлург» можно будет проводить соревнования по волейболу, баскетболу, большому теннису. Уже сейчас идет завершающий этап работ. Пойдемте посмотрим. Продолжительное время данная территория не использовалась. Именно поэтому руководством было принято решение благоустроить названную зону. Строительство спортивной площадки проходило на протяжении нескольких недель. К выбору материалов отнеслись особенно тщательно, ведь главная задача – создать продукт на долгие годы. Современное покрытие делается уже последние несколько лет. По-моему, оно полеулитановое называется. Чем оно хорошо? Когда идет дождь, то влага не затекает от покрытия, и оно становится долговечнее в несколько раз. Спортивное резиновое покрытие наливного типа меньше подвержено износу. У него отсутствуют какие-либо швы. Это очень важно, так как их наличие влияет на повышение износа материала. Идет завершающий этап работы. Наносится разметка и устанавливается оборудование. Оборудование – это баскетбольные кольца, сетки для тенниса, сетки для волейбола. Бесшовные спортивные покрытия устойчивы к атмосферным перепадам температуры. Не трескаются, не меняют свои формы и цвета с течением времени. А также контакт чувствительной детской кожи с материалом не может вызвать аллергическую реакцию. Могу сказать, что работы сделаны на высоком уровне и качественные. Значит, площадка – это, в отличие от других площадок, она как бы широкого профиля. Тут, значит, можно играть мини-футбол, баскетбол, волейбол, большой теннис, бадминтон. Специальное покрытие для спортивных площадок делает спорт безопаснее, разнообразнее и способствует развитию физической культуры. Ксения Борисенко, Андрей Колотовкин, Елизар Береснев. Специально для программы «Время местное». На ремонт позвали бригаду местной строительной фермы. Фронт работ не такой уж и большой, а штукатурить и покрасить потолки, обновить стены в трех кабинетах после коммунальной аварии. В планах и капитальный ремонт фойер на третьем этаже. Все делается за счет подпечительских средств. Проблема одна – строителей забирают на другие объекты. До первого числа мы все-таки сделаем. Ну, по крайней мере, в начале июля будет все уже вымыто, вычищено, и будем думать о полах. Паркет покроют лаком. Библиотеки реставрируют музыкальную литературу. В фонде более 12 тысяч книг. Обновляют не так часто, как хотелось бы. Учебники современных авторов стоят дорого. Ценят старые, изданные в 60-х, 80-х годах. Удобные для восприятия учеников. Авторства уже нет в живых. Давно-давно Прохорова, например, Баева, Зебрякова, Мукова Фриткина. Но они настолько, на мой взгляд, доступны, эти учебники. Мне кажется, они незаменимы. В этом году школа искусств отметит 65-летие. События знаковые. Как лучше провести? Педагоги обсуждают на планетке. Последний в этом учебном году – отпуск через 4 дня. Вряд ли строители справятся к этому сроку. Директору придется вдохновлять на работу. Галина Соколова, Артем Мирошников. Специально для программы «Время местное». Немногие бизнесмены решаются на создании фермерского хозяйства, думая, что это слишком затратно и малоприбыльно. Однако такое мнение ошибочно. Сегодня это одно из самых перспективных направлений предпринимательства. Главное – быть готовым к серьезным трудовым и финансовым вложениям. Александр Тищенко руководит фермой мясного направления весьма продолжительное время. Личное подсобное хозяйство было. Я все время, я с 16 лет, у меня уже трудовая, даже с 16 лет не было, уже трудовая была. Так что я в сельском хозяйстве с детства. Это передалось по наследству? Конечно. Отец – зоотехник, мать работала телятницей, дояркой. Так что мы, у нас это, наверное, в крови. В конце прошлого года Александр Тищенко выиграл грант по программе «Начинающий фермер». Согласно бизнес-плану, получившие 3 миллиона рублей необходимо было использовать в течение года и предоставить отчет в Министерство сельского хозяйства. Закупили скот – 48 голов. И у нас оставалось 445 тысяч на кун, грабли, косарка, сельско-оборудование для заготовки кормов, сена. Всего в хозяйстве фермера насчитывается 65 голов крупного рогатого скота мясных пород. Казахская белоголовая и гирефорт. Выход мяса составляет 65%. Уже к ноябрю текущего года коров повезут на убой в ближайшие мясокомбинаты. Молодняк брали 8-9 месяцев по 300 килограмм. Нам надо до ноября откормить. Сейчас пасутся скот, зерно скосят, возьмем зерна и на откорм. 600 килограмм, чтобы была голова, живой вес. Стоимость мяса в магазинах очень высока, а процент вегетарианцев в нашей стране невелик. Все это гарантирует прибыльность и стабильный спрос на продукцию. Конечно, такой вид фермерства требует больших вложений, особенно если дело касается разведения крупного рогатого скота. Но при грамотном подходе срок окупаемости около шести лет. Ксения Борисенко, Андрей Колотовкин, Елизар Береснев. Специально для программы «Время местное». Тренер-преподаватель по футболу Матвеева Курганская Дю США Андреев Максим Александрович принадлежит к числу тех, кто к своим талантам, мастерствам учит ребят побеждать. Его характер и индивидуальный подход к тренировкам позволяет формировать чемпионскую команду. Чтобы взять у него интервью, пришлось искать лазейку в его плотном графике. И нам это удалось. Я пришел работать в спортивную школу Матвеева Курганского района в 2009 году. Проработав в ней два года, я понял, что детям не хватает игровой практики. И я обратился с предложением к директору спортивной школы Лысухину Михаилу Викторовичу о том, чтобы создать команду для участия в первенстве Матвеева Курганского района. И руководство спортивной школы меня поддержало. И с 2011 года наша команда показывает хорошие результаты. Выпускаются отличные воспитанники нашей спортивной школы. Мы с ЖЭКой показываем. ЖЭКой, где мы с вами? Игрок, который бежит сзади меня, должен держаться примерно метров 3-2. Понятно? Для чего? Чтобы потом забежать и пробить по вагонам. Понял? То есть я стартанул, ты сказал раз, и побежал за мной. Я веду наступившую штуку, а вот надо пробить в одной касательной. На данный момент самое важное достижение для команды 2008-2009 года, конечно же, является то, что команда участвует в областных турнирах и занимает там призовые места. Что касается команды 2002-го и младшей, команда в этом году выиграла первенство Матвеева Курганского района. Также она выиграла и Кубок открытия, и Кубок закрытия района. За что им большое спасибо. Ну что ж, а нам только остается пожелать успехов Максиму Александровичу и его подопечным. Александр Гайко, Виктория Хруцкая. Специально для «Время местное». Открытие школьных лагерей после трехмесячного периода ограничений – настоящее событие не только для детей, но и преподавателей. В Летницкой школе номер 16 имени Нины Васильевны Переверзевой работают две группы по 25 ребятишек. Согласно всем предписанным правилам, группы работают отдельно друг от друга. Ежедневно лагерь наполнен полностью. 50 детей поделены на два отряда. Отряды не соединяются между собой, поэтому мероприятия проводятся в две смены. В одном отряде, затем в другом отряде. По Санпинам мы не должны соединяться. У каждого отряда есть свой вход, свой выход, обязательный фильтр утром. И поэтому все условия для безопасного лета детей. Каждый день максимально насыщен различными мероприятиями. Занятия на свежем воздухе, танцевальные флешмобы и игры, спортивные состязания и эстафеты дарят детям огромное количество положительных эмоций. Не обходится и без специальных гостей. Например, в день, когда снимался репортаж, был организован урок по безопасности дорожного движения. В летний период, ну и не только, у нас на территории Печеноковского района открыты детские лагеря. В связи с чем, в отделе пропаганды проводятся постоянные беседы, акции, мероприятия, для того, чтобы наши юные участники дорожного движения не забывали, даже в летнее время, как нужно действовать как участник дорожного движения. Летний лагерь позволяет детям не просто отдохнуть и набраться сил перед началом нового учебного года, но и многому научить, быть максимально полезным. Лагерь – это, прежде всего, безопасное место для детей. Поэтому у детей каждый день инструктаж. Они прорабатывают, проучивают это все, запоминают. И интернет-безопасность, и правила дорожного движения, кибербезопасность, антитеррор. Это очень важно, чтобы дети обо всем об этом знали. Михаил Игнатенко и Евгений Трачук. Специально для программы «Время местное». Ты предприниматель? Хочешь расширить бизнес и взять кредит? Получи поручительство фонда и заверши сделку с банком. Гарантийный фонд Ростовской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова